Я директор Горловского городского центра занятости Севастьянова Надежда Николаевна. Расскажите, пожалуйста, про итоги работы центра занятости за этот год. Горловский центр занятости оказывает социальные услуги населению и услуги работодателям в рамках действующего законодательных и нормативной базы Донецкой Народной Республики. В течение 2015 года центра занятости проводились мероприятия по оказанию услуг населению и работодателям. В течение 2015 года центра занятости обратилось около 6 тысяч человек, среди них женщин более 3 тысяч, молодежи 2,5 тысячи. Процент трудоустройства составил где-то 32%. На сегодняшний день у нас находится на учете более 3 тысяч лиц, ищущих работу. С целью содействия занятости населению, лиц, ищущих работу и повышения дополнительных навыков в работе, центром занятости организованы и проводятся семинары по компьютерной грамотности. Это навыки работы в сети интернет и в операционной системе Windows. По окончании прослушивания семинаров слушателям выдается свидетельство об участии в семинаре. Кроме этого, в течение 2015 и сейчас проводилась сеть мероприятий с работодателями, среди которых это были семинары, посвященные актуальным вопросам занятости в пределах законодательной базы. И производилось накамливание работодателей с временными порядками, среди которых это отчетность и мониторинг субъектов хозяйствования, то есть сроки подачи отчетности. Одно из направлений это была организация работ временного характера, как перспективного направления нашего сотрудничества с предприятиями города. Также среди которых была регистрация трудовых договоров с физическими лицами, которые используют наемный труд в целях легализации занятости и учета занятости лица с целью подтверждения их стажа. Среди многих мероприятий это были и мероприятия с обучающимся 9-11 классов. Им тоже были уроки занятости, с целью которых была правильность выбора профессии. Усиление взаимодействия с работодателями города дало возможность постоянно обновлять банк вакансий и их количество где-то в том году составило больше 3 тысяч. Процент укомплектования вакансий у нас где-то был 61%. На данный момент у нас актуальных вакансий были 438. Среди них, конечно, основную массу составляют это по здравоохранению, то есть врачи, медицинские сестры, второе место занимают в основном вакансий по образованию, то есть нужны педагоги, нужны психологи, воспитатели. Среди многих есть еще и жилищно-коммунальное хозяйство, здесь есть и специалисты, и точно так же специальности рабочие. Также есть даже у нас руководители кружков и артисты, инженера. Но если сравнивать, конечно, количество обратившихся и сделать анализ и по вакансиям, то здесь, конечно, есть тенденция, что есть несоответствие заработной платы. Людям, конечно, хочется немного больше. Несоответствие проживания и местности, в котором находится предприятие. Некоторые не подходят по квалификации, по тем требованиям, которые представляет к ним работодатель. Для более широкого информирования услуг службы занятости в 2015 году проводилась ярмарка вакансий, дни открытых дверей, приуроченных к дню инвалидов. Дальше – презентации работодателей. Также проводятся тематические семинары для лиц, ищущих работу, такие как техника поиска работы, составление резюме, собеседование с работодателем. Но основной раздел, который касается, или основное направление более – это организация работ временного характера. Среди видов работ – это благоустройство города, из них есть различные виды ремонтных работ, уход за больными и престарелыми. Так у нас, благодаря, конечно, и совместным действиям администрации, увеличилось количество предприятий, которые участвуют в создании дополнительных рабочих мест. Так, за текущий год, за два месяца у нас участвует в работах более 1300 человек. Изменки – это расходы на заработную плату и начисление на оплату туда составят более 6,5 миллионов российских рублей. То есть уже есть какой-то естественный вклад. А существует какая-то определенная проблема, с которой Вы сталкиваетесь на протяжении всего времени? Да нет, знаете, как-то со всеми. Очень трудно было организовать эти временные работы пока. Но совместными действиями, конечно, нам очень помогла администрация города, здесь нечего сказать. Но как бы пошли все вперед, и уже процесс как-то наладился, нам уже попроще работать. Сейчас уже некоторые будут новые, лежат на подписи у главы, новые распоряжения, касающиеся уже оплаты 5 дней больничных листов. Вот так же касаются, и еще будет, может быть, в программе 2000 будут участвовать точно то же самое наши люди. А что за программа? Это восстановление жилого фонда после боевых действий. А вот отношения с предприятиями, которые предоставляют? Знаете, мы очень тесно сотрудничаем, у нас постоянно база данных обновляется, и по вакансиям, отчетности, все они предоставляют. А есть какой-нибудь список, вот сколько предприятий, с которыми Вы сотрудничаете? У нас более около трех тысяч. Это и предприятия юрлица, и физические лица, которые используют наемный труд. У нас зарегистрировано очень много физических лиц с использованием наемного труда. Только в том году более 1800, и в этом уже, наверное, году приходят, поэтому регистрация проводят. То есть хорошая тенденция? Да, хорошая тенденция роста у нас, по крайней мере, будем надеяться. То есть и временные работы дают какой-то дополнительный доход людям, есть о чем-то уже. А сколько вообще людей задействовано во временных работах? Ну, в том году около двух тысяч было. Сейчас вот за два месяца более 1300 человек уже проходят. То есть уже работают, да? Очень много, да, приходят. Каждый день это минимум направление даем 30-40 новых.